Прежде всего, минута памяти о тех, кто уже не придет никогда. Звучат имена основателей Парнаса. Лира Ирошевская, Леонид Тризна, Валентин Бордин, другие. 20-летний юбилей литераторы встречают на подъеме. Юбилей. Есть в этом слове что-то значительное и даже солидное. Но наш юбилей совсем другой. Он легкий, изящный, солнечный. Это юбилей поэтов. Сегодня парнасовцам есть чем гордиться. Академия русской словесности назвала Одинцовское литературное объединение лучшим в Москве. Прежде всего, в словах, передать приветствия и поздравления от имени главы Одинцовского муниципального района Андрея Робертовича Иванова. Конечно же, юбилей значимый. 20 лет. Вы правильно сказали, что с одной стороны это солидный юбилей, а с другой стороны он легкий. Хотелось бы, чтобы эта легкость у вас и сохранялась. Хотелось бы вручить почетную грамоту Польгене Яковлевне за большой вклад в сохранение и популяризацию поэтического наследия, художественного и эстетического воспитания подрастающего поколения. И в связи с 20-летием со дня образования огнения. При поддержке администрации города вышел новый, уже третий поэтический сборник. Золотые россыпи души. Фолиан будет подарен каждому, кто выйдет к микрофону с новыми стихами. Хочу вам показать нашу гордость. Даже наши поэты многие его не видели. Вот мы его только недавно, несколько дней назад получили. Вот такой сборник, который называется «Золотые россыпи души». Название совсем не случайное. Ведь поэты всегда вкладывают в свои стихи всю свою душу. Научиться стать поэтом практически невозможно, если нет поэтического сердца, нет души, чувствующей окружающий мир, людей, добро, зло. Вот если это в человеке есть, то он сможет быть поэтом и хорошим поэтом. Если человек начинает писать, садится и писать, вот просто. Ведь сейчас стрифмовать и стрифмовать с интернетом вместе ничего не стоит. Но это уже будет не стихотворение, это будет не поэт, это будет стихополет или человек, занимающийся художественным требованием. Какие темы волнуют сегодня авторов? Герой поэмы Михаила Богданова – русский солдат рядовой войны, кому мир обязан победе Великой Отечественной. Ольга Волкова с любовью пишет о сегодняшнем дне. Так души наши в час пасхальный, Освободившись от греха, Сливаясь в радости венчальной, Встречают песни жениха. Ликуйте, сестры, Пойте, братья, Звонарь, звони в колокола, Раскинул Бог Своя объятья, И Пасха красная пришла. Конечно, было много Поздравлений, импровизаций. Хор Анны Синякиной Представил песню Игоря Черналькина На слова Ольги Сорокиной. А старейший поэт районов Владимир Наджаров посоветовал Не завидовать богатым, А больше помогать молодым. Не считайте их жизнь малиной. Если деньги в ее основе, Вы завидуете люди поэтам, Тем, кто милуюсь, Неизвестен. За душой не копейте это, А в душе столько слов для песен. Галина Поликарпова, Артем Ломоносов, Телекомпания «Одинцова». Игорь Негода.